Микс Ньюс. Life is good. Люблю. Life is good. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждую среду в 10.00 мы говорим вам «Люблю» в нашей новой передаче «Люблю Лайф» на Радио Болтком. Доброе утро, дорогие радиослушательницы и читательницы журнала «Люблю» или, по крайней мере, слушательницы нашего прекрасного радио «Болтком». Если вы еще не купили журнал «Люблю» в киоске, добро пожаловать. Свежий прекрасный номер уже в продаже. У нас на обложке сегодня актриса, которую вы наверняка знаете, красавица Екатерина Климова. Я думаю, что вы смотрели и фильмы, и сериалы с ее участием. Она много где снималась. Но я, например, не знала, возможно, вы знали, но любопытно было мне само и собственного материала, который подготовила наша корреспондент, живущая в Москве, узнать, что, оказывается, Екатерина имеет цыганскую кровь. Поэтому, я так понимаю, уже сейчас она такая яркая, она такая темпераментная женщина такая, живущая на эмоциях. У нее за плечами три брака. Ну, уже все три бывшие, три развода. Среди ее мужей были очень интересные мужчины, актеры, например, которого вы наверняка знаете, Петренко, красавица такой, от которого она родила двоих сыновей. И третьим ее мужем, это уже был любопытный такой тоже грузинский режиссер Гела Месхи, с которым она тоже познакомилась на съемках. От каждого мужа Екатерина рожала по ребенку. Нет, от Петренко у нее двое детей, поэтому у нее сейчас четверо. И при этом эта прекрасная женщина, 42 лет, говорит, я думаю, что у меня еще все впереди. Вот, такая вот красавица у нас на обложке. И я предлагаю вдохновляться, ну, не обязательно количеством браков, конечно, можно и в одном браке прожить всю жизнь и вполне себя чувствовать комфортно. И эмоций будет достаточно и любви, и красоты, и всего. Но, по крайней мере, мы говорим о вдохновении и воодушевлении. Почему? Ну, потому что, наверное, на дворе ноябрь все еще желтые листья, конечно, нас радуют. Спасибо природе за замечательную погоду, которая, ну, немножко было, конечно, дождливых дней. Но на самом-то деле солнышко все равно нас радует. Листики желтые, несмотря на 4 ноября, все еще в парках и за городом. Я думаю, это прекрасная история, говорит нам о том, что, ну, чтобы не происходило во внешнем мире, будем продолжать все-таки, ну, пытаться испытывать какие-то радостные эмоции. Ну, или, по крайней мере, не поддаваться панике, несмотря на то, что, ну, да, непонятно, что происходит у нас в стране. Ну, вот наше правительство то собирается, то не собирается вводить чрезвычайную ситуацию. Ну, а дальше, даже если соберется, можем ли мы на это повлиять? Нет, дорогие мои, не можем мы на это повлиять. Можем ли мы что-то сделать для себя? А вот тут вот можем. Во-первых, если очень-очень тревожно и очень-очень непонятно, что будет, как жить, что со своим здоровьем, ну что? Ну, можно пойти все-таки к семейному врачу, взять направление на ковид-анализ и сходить. Может быть, станет как-то легче жить, может быть, как-то вот ваш уровень тревожности изменится. Кстати, на странице 4 у нас перечислены абсолютно все адреса в Риге и в Латвии, где можно пройти тестирование на ковид. Бесплатно можно с направлением за деньги, ну, если уж действительно нужна такая проверка, тоже можно пройти указанные все цены, указанные все адреса, все номера телефонов, по которым можно позвонить. Ну, возможно, эта полезная информация как-то вам поможет. Кстати говоря, если вдруг не ковид или с этим у вас нет никакой тревожности и вы не волнуетесь или думаете о том, что, ну, вообще-то есть еще какие-то другие неприятные или заболевания в жизни или просто самочувствие, то там же, на этих же полезных страницах в нашем журнале у нас указаны пункты, где можно пройти бесплатную проверку холестерина в определенные дни и тоже перечислены все адреса, номера телефонов, по которым можно все это узнать. Так что добро пожаловать. Если есть желание или необходимость подумать о здоровье, заняться здоровьем, все у нас можете узнать, все в подробностях, все уточнить, позвонить в редакцию. Бога ради, добро пожаловать. Мы обязательно вам поможем, подскажем, сообщим все, что сами знаем, с вами поделимся. Ну, если вы понимаете, что, ну, как бы события событиями, а жизнь жизнью, ну, да, есть какое-то волнение, послушайте, ну, мы вам предлагаем абсолютно такую вот, ну, безотказную вещь. Совершенно. Это я вам говорю и как главный редактор, и как человек с психологическим образованием, надо делать каким-то образом переключение. То есть, смотрите, как только приходят тревожные мысли, боже мой, мы все умрем, шеф, все пропало и так далее, ну, наверняка вы знаете, как это у вас начинается, когда подступает какая-то тревога, лучший способ это переключиться на какое-то монотонное занятие, может быть такое, которое, ну, вот вы все-таки не каждый день, например, что делаете? Перебираете вещи в шкафу. А тут как раз на эту тему у нас очень подробный материал есть в журнале. Целый разворот посвящен тому, как переобустроить, переложить, сделать более удобным, более функциональным шкаф для одежды. Да-да-да, казалось бы, такая банальная вещь, но давайте подумаем. Или подойдем сейчас к шкафу, если вы находитесь дома. Вещи лежат или висят, точно ли они все в порядке, точно ли ничего не перепутано, точно ли на одной вешалке не висит пять блузок или рубашек или три платья. И чтобы добраться до того, что висит в самом конце, надо пробраться через несколько слоев вешалок. Ну, в общем, все вы знаете про свой шкаф лучше, чем я про ваш. А советы наши посвящены тому, как удобнее перевесить, переложить вещи, переставить. Есть лайфхаки, то есть это такие подсказки, которые позволяют сделать что-то очень удобное неожиданным образом. Ну, вот никогда вам не приходило в голову, например, что в ящиках удобнее вещи хоронить не лежа, ну вот слоями. Одна майка, наверх вторая майка, наверх третья майка, наверх еще четвертый свитерок и наверх еще пятый джемперок. А, например, лежа, стоя. То есть, понимаете, скручивать их роликами, так иногда в некоторых магазинах можно увидеть, хранят, например, носки. Или вот те же самые майки. Это очень удобно делать для детских шкафчиков. Впрочем, что я вам рассказываю, конечно, для идеи это только первый шаг, а все подробненько на рисуночках показано, рассказано, разложено. Это у нас в журнале. Смотрите, пожалуйста, вдохновляйтесь. И, ну, если хотите, можете повторить. Если не хотите, по крайней мере подумайте о том, что вот, будут следующие выходные, или эти выходные, или будут праздники. Пожалуй, я займусь тем, до чего руки не доходили год. А может быть три, а может быть и пять. Что еще можно сделать, как себя можно наградить за классно проведенное время в уборке? Ну, я думаю, например, хорошим обедом. Ну, почему бы и нет. Прекрасная идея. Или, например, как можно порадовать вечером свое семейство. Когда приходишь с работы домой, уже так темно, и уже кажется, что так устало, что невозможно руки поднять. Ну, можно сделать ужин буквально за 5-6 минут. Честное слово. У нас целых пять рецептов на эту тему. И все они посвящены лапше. Лапша отличается от макарон, от пасты. Во-первых, внешним видом. Во-вторых, составом. Опять-таки, все очень подробно у нас рассказывается в журнале «Люблю». Есть даже рецепт домашней лапши. И на самом деле он не такой уж трудный, честно говоря. Я сама никогда не готовила. Нет у меня такого личного опыта. Но когда я готовила материалы, я посмотрела и подумала, ну, может быть, действительно, этот ноябрь будет тем самым поводом сделать что-то новое. Тем более с недавнего времени у меня появился такой собственный лайфхак. Я думаю, что надо, наверное, каждую неделю пробовать что-то новое. Ну, хотя бы какое-нибудь одно новое дело. Причем это очень простое. И это не обязательно с этого месяца я буду заниматься спортом каждый день по два часа. Боже мой, мне это в голову даже не пришло бы. А вот, например, приготовить какое-то одно новое блюдо. Или прослушать какой-то вебинар на тему, на которую я никогда не слушала. Но это неважно. У каждой из вас это может быть что-то свое. Так вот, возвращаясь к лапше. Этому блюду, во-первых, больше двух тысяч лет. Что уже говорит в его пользу. Ну, раз в две тысячи лет люди выбирают определенную еду. Ну, наверное, в ней есть и какой-то прикол, смысл. Ну, вкус, естественно. И, во-вторых, лапша, оказывается, может быть не только вот такая беленькая стеклянная, про которую, я думаю, вы подумали. Ну, я, по крайней мере, сразу подумала. И не только домашняя для куриного супчика. Ой, как вкусно, куриный супчик. Вот такой желтенький, ароматный, с морковочкой. Так вот прогуляться где-нибудь по болотам, по лесам, съездить в Сигул, да потом вернуться домой. И вот этот вот куриный супчик с лапшой, можно бульончик заранее сварить из домашней курочки. И вот потом этой лапши добавить. Боже, какая прелесть. Несмотря на то, что, собственно, 10-20 утра – это, ну, для кого-то время, наверное, ланча. А для кого-то счастливца, которому не надо в 7 утра вставать и ехать на работу, может быть, это время завтрака. Но мы говорим про обед и про ужин. В общем, лапша может быть гречневая, рисовая, может быть домашняя из обычной муки, пшеничной. Может быть стеклянная, может быть фунчоза. Слушайте, какое слово «фунчоза» уже звучит, как песня, да, «фунчоза». Просто красота. Одним словом, каждое приготовление этого блюда не длится долей 20 минут. Так что добро пожаловать на страницы «Люблю». Читайте, угощайте близких, радуйтесь жизни. И не забывайте о том, что, наверное, наши близкие – это то счастье, которое подарило нам мироздание. И кто еще придет на помощь, кто же еще позаботится, кто же еще согреет и ободрит, как не наши близкие. И поэтому есть смысл, наверное, беречь друг друга. И те люди, которые имеют длительные отношения, всегда сходятся, говоря о том, как же вам это удалось, отвечая на вопрос. Говорят о том, что, наверное, искренность, да, одним из таких главных рецептов является. Это эмоциональность, то есть умение открыто говорить о своих чувствах, об эмоциях, но при этом говорить исключительно о себе, а не обвиняя партнера или ребенка или родителя, смотря какая у вас семья маленькая на двоих, или большая семья, в которой существуют все три поколения, вместе живут под одной крышей. Очень большой материал в нашем журнале посвящен как раз-таки связям внутрисемейным. Почему складываются длительные отношения, почему не складываются, как ведут себя люди в браке, что человек, как человек меняется на протяжении жизни, находясь в длительном союзе, какие мысли, идеи являются более продуктивными, менее продуктивными, почему мы ссоримся, как ссориться грамотно. Одним словом, очень много полезных советов. Автор этой статьи – профессиональный психолог со специализацией семейных отношений. Поэтому я думаю, что здесь будет очень много для вас полезных, интересных вещей и даже упражнений. И как продолжение этого материала – это следующий разворот журнала, который посвящен еще более интересной, на мой взгляд, теме. – это тому, как мы разговариваем с нашими детьми. Что мы говорим, бросаем какие-то фразы, особенно в эмоциях, особенно когда какое-то такое настроение, что-то дергает или какие-то тяжелые размышления. И можно действительно что-то такое ляпнуть, не подумав, а на самом деле эта фраза, сказанная в сердцах, может стать детской травмой и остаться у ребенка в голове на долгие-долгие годы. И наверняка вы узнаете себя в героинях этой материала, которые, ну, кто-то может сказать, да куда ты лезешь, ну, разве там получится? Это только для особо одаренных детей, а таких, как ты, целый миллион. Это не для тебя. Или тебе должно быть очень стыдно за вот этот поступок. Это ужасно. Я не знаю, как я это переживу. Или прекрати плакать, прекрати злиться. Это не горе. Настоящее горе. Это совсем другое. А то из-за чего ты убиваешься – это абсолютная ерунда. В общем, таких фраз достаточно много. Они все очень токсичны. И детский психолог объясняет, почему. Не отмахивайтесь, пожалуйста, от этого материала. И помните, что ребенок – это не только малыш до трех лет. Это не только тинейджер до 15 лет. Это не только молодой человек или девушка до 18 лет. Дорогие родители, взрослый человек, который живет с вами рядом или приезжает к вам в гости, он тоже ребенок. Поэтому подумайте, что вы говорите вашим взрослым детям, когда встречаете, что они вам отвечают, что такое длительное, хорошее отношение в семье, что такое семейный клан. И как это может быть прекрасной, питательной атмосферой. Системой, которая будет придавать вам силы для борьбы с внешними неприятностями, а не быть ресурсом таким негативным. Обо всем об этом у нас подробно написано. Но что еще хочу сказать. На самом деле журнал толстый, много страниц, много интересных материалов. Есть материалы, посвященные здоровью. Очень интересный материал. Вот как раз-таки о холестерине. И не только как и где его проверить можно в Риге, но и о том, что такое хорошее холестерин, что такое плохое, действительно ли он такой ужасный. Или, может быть, уже какие-то есть новости в мире медицины. Мы приводим факты, о которых, скорее всего, вы не знали. Консультант материала, врач-психотерапевт, очень интересно рассказывает о методике коррекции пищевого поведения. Одним словом, почитайте, если вам кажется, что ваше пищевое поведение вызывает какие-то сомнения такие у вас вперед. Это материал для вас. Ну, что еще? Осень, ноябрь. Естественно, мы рассказываем о том, какие продукты надо заменить. Нет, не в холодильнике. Про холодильник мы уже с вами поговорили. А в вашей косметичке и на полочке вашей ванной. И крем должен быть немножечко другой. И лосьон наверняка вы уже сами поняли, что должен быть другой, потому что на улице ветер, дождь, кожа меняется. Про тип кожи очень подробно косметолог рассказывает. Определив свой тип кожи, вам уже будет проще разбираться и с тем, какой крем надо будет выбрать. Методики подтяжки, но не операции, как вы могли бы подумать, а при помощи витаминов. Рассказывается на наших страницах тоже, как это можно сделать. И достаточно много материалов, посвященных моде, модным людям, звездам. Друг нашего журнала «Маэстро» и историк моды Александр Васильев в очередной раз рассказывает о своих прекрасных подругах-звездах. Большой материал посвящен Ольге Кабо. Мы рассказываем, какие в моде сейчас брюки. Обратите внимание, что очень многое, что изменилось, а кое-что осталось с прошлого сезона. Но каждый из вас, я желаю найти свою модель, которая вас сделает неотразимой, прекрасной, поднимет вам настроение. А вы с уже таким приподнятым, классным и улучшенным настроением подумайте о том, что, может быть, надо открыть интернет-страницу www.люблю.лв и оформить подписку на журнал «Люблю» на следующий 2021 год. И мы будем с вами вместе проводить и следующий год, и надеяться, что он будет более таким спокойным, может быть, более скучным, чем это 2020. Достаточно мы уже повеселились, я думаю, с вами уже хочется немножечко поскучать, посидеть без чрезвычайных ситуаций, какими бы ни были они, неожиданными или ожидаемыми. Ну и обязательно потом приехать в редакцию за подарком, потому что у нас очень много подготовлено для вас подарков. Дорогие наши нынешние и будущие читательницы, до новых встреч на страницах журналов. И в следующем году в статусе подписчиков, я надеюсь, всех вас увидеть. Тем более, что вот-вот на днях мы объявим конкурс, который будет посвящен тому, как стать девушкой с обложки. Это абсолютно уникальная возможность для каждой женщины, которая станет подписчицей журнала «Люблю», появиться на нашей обложке прямо как кинозвезда или модель. И мы напишем интервью, и вас фотографируют лучшие фотографы нашей страны. Так что следите за рекламой нашего журнала, слушайте радио «Болтку». До встречи в следующую среду.